Если большинство предыдущих ораторов и спикеров говорило с вами о позитиве, то у меня будет та самая драма, которая необходима нам. Я бы даже сказала трагедия, которая необходима для хорошего TED-доклада. И у меня будет к вам просьба, вот к Лене, да? Лен, когда через 10 минут, да, покажешь мне, потому что у меня нет таймера, и, соответственно, чтобы я успела ответить на вопросы. Итак, почему же они не любят вас? Так, давайте мы вернемся в начало, потому что тут в начале все красиво. На самом деле у нас у всех, очевидно, сейчас происходят некие инсайты, которыми мы готовы делиться. У меня эта эпоха инсайтов началась, наверное, года полтора назад, когда я поняла, что нет никаких внутренних коммуникаций, да, и там и маркетинга нет, и пиара нет, и там HR коммуникации, это все вообще от лукавого. Есть истории, которые мы рассказываем людям, да, там вы их можете рассказывать от имени компании, от себя лично, там, от имени партии, правительства, да, там, не знаю, можете придумать себе лицо, от которого вы будете рассказывать. И чем больше мы диджитализируемся, чем больше мы уходим в цифру, тем быстрее мы живем, и тем проницаемее становятся границы. И, собственно говоря, вот с этого инсайта я начала совершенно по-другому смотреть на все истории про коммуникации, которые мы делаем. И вдруг за цифровым экраном я увидела очень-очень много людей, живых людей, вот тех, которые вы видите на фотографии. И я начала с ними разговаривать, мне это проще, потому что я не сотрудник корпорации, мне не надо защищать бренд, мне не надо быть амбассадором, мне надо держать лицо. И обнаружилось, что вот Дима так уязвился, ты снимаешь там то самое видео, да, а я была жутко удивлена, удивлена и уязвлена, когда я услышала, а, ну это вы там эти праздники, да, это вы все про вот эту вот эти, вот эту культуру, шмультуру, мозги нам промываете, да, не надо, вот денег нам заплатите, да, вот это вот все не надо. Недавно, кстати, у меня в Фейсбуке была дискуссия на эту тему с приятелем моего детства. Вот перед вами четыре фотографии, четыре очень известных человека. Скажите мне, пожалуйста, что между ними общего и в чем между ними разница? Быстрее только включайтесь. Все медийные, это общее, что еще общее? Все ведущие, они все работают на Первом канале, да, это крупнейший канал нашей страны. Нет? Ну хорошо, ладно. Хорошо, на двух крупнейших каналах, да, в ВГТРК. Это общее. Что еще у них общего? Они влияют. А скажите мне, а в чем между ними разница принципиальная? Вот я их для себя делю там, да, на право и лево. Два справа, два слева. И для меня есть некая принципиальная разница между ними. Ну, я думаю, принципы у них есть у всех, они просто разные. Так, еще какие есть идеи, чем они отличаются? Кричите громче. Так, еще какая версия? Нет, я бы разделила два и два. Вот Эрнст и Познер, и как бы вот этот вот товарищ, забыла его, сейчас время ведет, и Соловьев. Ну хорошо, я тогда своим мнением вам поделюсь. Два человека здесь представленных врут, а два нет. Нет, вот не знаю, вот принципиально уверена, потому что два из четырех ловлены на вранье. Ну, остальные не ловлены, как говорится, не ловлен, не вор. Смотрите, очень важная история, что вообще-то, говоря, люди не рождаются, чтобы быть сотрудниками. И более того, большую часть своей жизни они ничего не знали о вашей компании и жили бы дальше без вашей компании, вполне возможно, даже более счастливо. Поэтому в них надо видеть, в первую очередь, людей, а не сотрудников. И в этом смысле очень важно понимать, а вообще, что с людьми сейчас происходит. И это общемировой тренд, и это очень четкий тренд нашей страны. Мы находимся в состоянии очень глубокой невротизации, которая усиливается и будет усиливаться. Это вам скажет любой психолог, это вам скажет любой политтехнолог. И именно это используется во всех крупных медиакомпаниях, которые сейчас успешно проходят. Так вот, ровно те акторы, те, я не знаю, там, медийные лица, если они говорят от себя, политические группы, бизнес какие-то, медиакомпании, просто лидеры мнений, они успешны ровно тогда, когда они создают некие очаги стабильности и снимают эту нервозность. И вот дальше, собственно говоря, возникает вопрос, а как мы с вами успешно или не успешно справляемся с этой задачей? И, на мой взгляд, мы с ней справляемся крайне плохо. А вот перед вами фотографии типичного такого корпоративного мероприятия, такого, да, там, в неком таком городе М, там компания проводит молодежный фестиваль. Ну, вот, ей-богу, лучше бы эти деньги были потрачены на что-нибудь другое. Значит, смотрите, люди не хотят ничего вообще слышать про корпоративные ценности. И про эффективность они слышать не хотят. Они хотят слышать про доверие, про дружбу, про любовь, про поддержку, про смысл, про то, зачем вообще мы здесь работаем, и вообще, что я сюда хожу, а почему не в соседнюю дверь. Ну, а там тоже про эффективность и ценности, там примерно те же самые на сайте написаны. Ну, и, собственно говоря, вот вам ответ, почему они вас не любят. Потому что вы оказываетесь на стороне той группы из первого слайда, которая врет. Дело не в том, какие у вас взгляды. Дело в том, что вы не говорите правды. Когда человек врет, на самом деле уже не важно, зачем он это делает. С человеком, с которым ты не согласен, ты можешь спорить, но с человеком, который ты врет, тебе говорить вообще не о чем. Плюс к этому вы, как правило, очень скучные в своих коммуникациях. И самое страшное, вы бесполезные. Ну, то есть вот вранье скучное и еще бесполезное. Ну, хоть бы на обороте расписание автобусов написали. Или цены в корпоративной столовой. Скажите мне, что общего вот у этих людей, которых вы здесь видите? Всех узнали, кстати. Давайте пробежимся. Это у нас кто? Хаматова, Серебренников, Гребенщиков, Хаски. Ну, Оксюмерон и Веник. Что у них общего? Я специально политических лидеров сюда не ставила. Вот прям совсем принципиально. Громче. Правду говорят как вариант еще. Честно говорят еще. Лидеры мнений. Общее. Вот что они все точно совершенно делают. Каждый день делают. Каждым своим поступком. Они создают смыслы. Мы можем быть не согласны с этими смыслами. Мы можем с ними спорить. Они нам могут нравиться. Они могут не нравиться. Но эти люди не только своими словами, но ежедневно своей деятельностью создают некий смысл. И ровно поэтому за ними идут. Их слушают. Их смотрят. И их поддерживают. Поэтому я заканчиваю свой доклад вот на этом слайде. Если вы хотите успеха своей компании, если вы хотите себе успеха в профессии, думайте сейчас не про инструменты, думайте про смыслы и создавайте смыслы. Если вы не можете найти смысл в том, что вы делаете и что вы говорите, вы бесполезны, скучны, неинтересны. И лучше тогда денег на вашу деятельность не тратить. Она вызывает только раздражение. На этом у меня все. HR-медиа. Сообщество профессионалов. Прямые эфиры. Круглосуточное HR-радио. И Медиапортал.